Итак, дорогие друзья, с вами школа практического программирования Валерия Босуновская. Мы сегодня поговорим о Kiwi. Это библиотека для создания приложений для разных мобильных систем. Для разных. И разработку можно вести на совершенно разных всех практических системах операционных. Для начала я хотел бы задать простой вопрос. Почему я выбираю Kiwi? Разработчики на него ответили, но мы с вами пройдемся все-таки. Мои все проекты, которые я делаю, как правило, это проект нескольких лет. Например, курсы Python, курсы Django. То есть, понятно, что нет смысла, не было смысла вкладывать время, если это нестабильно. Так вот, что есть Kiwi? Перейдем сразу к делу. Для этого, ребят, откроем сайт. Вообще, за Kiwi я наблюдаю 2014 года. Что такое Kiwi? Я хочу, чтобы вы сейчас услышали. По мнению разработчиков, сегодня существует две библиотеки серьезных. Это Qt и Flash. При этом, они уже обладают такой вещью, как мульти-тач. Мульти-тач это множественное, множественное касание. Так вот, первое, почему меня интересовало Kiwi, потому что она создана для сегодня и на завтра. Именно на моменте мульти-тач, именно на этой функции, от нее все пошло плясать. От нее. Это очень большие профессионалы. И вы знаете, я удивился, когда в 2013 году я увидел видео, где вступал на конференции основатель языка, и я пошел его переводить. И тогда основатель языка сказал, очень классная библиотека, очень мощная, но пока медленная. Прошло два года. Киев стал быстрый. Почему? Ответ тоже есть. Ребята писали библиотеку в нуля. И на сегодня все основные функции внутри библиотеки переписаны на C. А мы пишем код на Python. Это круто. Итак, кто не знает, что такое мульти-тач, хочет почитать, посмотрите в Википедию. Потому что мульти-тач, то есть множественное касание экрана, все возможности не реализованы. Вот именно Киеви взяла курс на это. Давайте перечислим еще некоторые вещи. Он быстрый, гибкий, работает на всех системах. На Киеве можно делать программы, игры, все что угодно. Давайте посмотрим. Уже море вещей. То есть, по сути дела, даже посмотрев рисование, игрушки, программы, красивые сайты, при этом я посмотрел, сегодня есть возможность, например, сделать сайт на Джанго, отдать API, при помощи Киеви принять API и сделать что-то в виде Инстаграма. То есть, меняться с мобильного приложения, через веб. Даже люди делали музыкальные клавиатуры, бизнес-процессы, все что угодно. Вы знаете, давайте-ка еще посмотрим вопросы. Вот в 2013 году я ее узнал, в 2014 начал с ней работать, и за год она настолько скатнула вверх, настолько рывок, то есть, за год сделали функцию, что можно удалять в библиотеке, которая не используется. Но, что интересно, API. API, и они все время добавляются. Простым языком, что не знаю, что такое API, для новичков говорю. это, это, грубо говоря, возможности, которые есть. Ну, давайте посмотрим. Очень хорошая документация, возможности, это приложение, кнопку создать, ну, все что угодно. API очень богатый. Сегодня уже появилась возможность 3D графики, и можно использовать совершенно разные вещи. прицеплено сразу к автоматам библиотеки, по идеям. То есть, игры, программы, все что угодно. Классы очень понятны. Я подготовил код, чтоб вы увидели. По сути дела, работа с ней просто. В школе мы проходим все это дело по шагам. То есть, шаг за шагом. И сегодня я уже точно знаю, что методика работает, потому что, если взять сайт, школу программирования на Django, то ребята делают то, что кто-то развивает магазин, постоянно идут у них обновления, добавил там такую-то функцию. То есть, процесс пошел. Молодцы, ребята. Вот сегодня такие вещи хотелось бы уже увидеть с мобильными платформами. Поэтому я понял, что методика работает отлично, и мобильные приложения не за горами. Какие шаги для этого предприняты? Хотя мы еще поговорим сейчас о киве. Вы знаете, когда... А, ну, я вам обещал показать кое-что. Насколько ребята вот показали. Начнем с того, что в киве разобраться довольно просто. Здесь важно понять, где что хранится, и что оно делает. Например, нам надо сделать окно. И сразу оговорюсь, мы работаем в среду разработки по HR, в школе достаточно уроков, и она все делает за нас. Вот смотрите. Вот киви уже подсказывает, нажали Enter, даже и думать не надо. Пожалуйста, выбираем App. Import App. Мы знаем, что App это приложение. Все импортировали, нам все доступно. Далее, надо научиться записывать. Это обычные классы Python. А в школе мы изучаем, кто не знает Python. Все по HR-ам за нас делает. Все делает. Единственное, что я немножко не так сделал, видите, красное. И здесь сразу интересно, они предлагают название классов. Если это виджет, например, то наше название, и дальше класс виджета. То и то с большой буквы. Виджет, надо его импортировать. По HR-ам нам тоже поможет это сделать. Все. Все она за нас делает. Ну и дальше. Я тихонечко делаю, чтобы вы... App. Дальше у нас обычная функция. вернуть. Вот он. Далее указать, где выводить. Видите, на скобочки ставит. Чудная среда разработки работает со всем, что только можно. Отлично. Я вижу ошибку. Не в той библиотеке импортировал. Вот. Поэтому здесь мы должны знать вторую библиотеку. все основные дальше вещи хранятся у Kiwi в библиотеке Kiwi UX. Все. Все остальное. Все практически хранится здесь. Ну, правильно. Kiwi UX виджет. Да, вот оно. Окно появилось. Теперь я подготовил код, но чтобы сэкономить время, показать, как работает Kiwi. Вы сейчас будете смотреть вниз экрана. Вот я запускаю приложение, как здесь работает мультитач. Kiwi контролирует каждый клик. Вот смотрите, я кликаю, вот появляется строка, да. Везде есть координаты, то есть, вот оно пошло. То есть, где бы мы ни кликнули, да, везде все четко работает. Это заложена технология мультитач. Итак, немножко посмотрим, что есть Kiwi, что нет других. Это единственная в своем роде библиотека, которая в основу положила мультитач. которая написана с нуля. И за последние два года она переписалась. То есть, для нас она осталась той же по API, да, по узнаваемости. А внутри она меняется. Как часто обновляется? Постоянно. Ребята постоянно работают, постоянно что-то выпускают. Кругом уже куча плюшек и фишек разных. Как мы понимаем, на Python широкий API, то есть, мы можем работать с кнопками, со всеми другими вещами. Все более больше расширений. И сама библиотека уже включает Twisted, уже включает Pygame, и я думаю, что еще много. Не забывайте, что еще это Python. Мы можем подключать любую библиотеку Python, то есть, по сути дела, мы ни в чем не ограничены. А это уже круто. Вы знаете, как приятно писать, когда вы изучаете Python, и работаете, например, с сайтом Django, потом переключаетесь, на Kiwi. Это очень важно. Во-первых, зачем нужно изучать и делать Kiwi? Кто-то может сказать, а я не пользуюсь телефоном. Ребят, ну, у меня тоже простой телефон. Я не пользуюсь смартфоном вообще. У меня кнопочный телефон, но я люблю писать программное обеспечение. И я взял смартфон специально не мощный, потому что мне надо, чтобы все мои программы работали на обычном двухъядерном смартфончике. Понятно, что на четырехъядерном, на восьмиядерном они и так будут работать. И Kiwi с этим отлично справляется. Ну, у меня для тестирования. глупо было бы упускать возможности такого рынка. Вы знаете, что Kiwi может изучить абсолютно любой человек. Это будущее. Вы изучаете всего один язык. И я здесь предпринял тоже шаги. Для новичков у нас есть портал, где человек начинает, но мы пошли дальше. Вот когда я начал заниматься серьезно Kiwi, я начал курс Python переосмысления. То есть, где все основное будет, здесь можно на spb-tut.ru посмотреть курсы бесплатные, в чем его суть. То есть, все основное внимание будет на ООП. А в Kiwi оно очень нужно. Все на классах. и я посчитал нужным, что очень важно ООП понимать тонко. И здесь как раз применять. Потому что не путайте на Django вы так не применяйте ООП. там пользуетесь. Она настолько полноценна Django, что неполноценно. Настолько там хватает классов, что нет смысла что-то дописывать. А у Kiwi другая методика. Здесь вы тоже это используете, но координаты, все эти вещи, так как это мультитач, то это требует знаний ООП. Мы изучаем в школе, но я решил глубоко это давать. И это очень интересно. По сути дела важно быть программистом, который переключается с Django, на Kiwi, ведь везде одни и те же классы. Я же сказал, нам достаточно, та же среда разработки, все знакомо. Нам просто достаточно узнать, что АП, это грубо говоря, окно, основная платформа. Вот когда мы поняли это, и знаем, где она находится. Все, мы уже можем с ней работать. Также мы узнаем о кнопке, также мы узнаем о событиях, также мы узнаем о каких-то вещах. Я еще подготовил код. Вот именно показывает суть работы Kiwi. Очень интересно. это просто показывает возможности, да? То есть работа с графикой возможности. пришлось дописать кнопочку, чтобы то есть классно, кнопки понятно, чтобы очищать. Великолепно. Ребят, вам это понравится. ну я сейчас уже всеми способами ее носил, но она работает. Проверял все на телефоне, все класс. Итак, что бы еще хотелось рассмотреть. Сборка конечного файла. Это довольно сложный процесс. Это Android API. это настройки, это библиотеки. Так вот, в Киеве сделано так называемое полное озеро. Полный build озеро. То есть собирается файл APK на автомате. Нам надо ввести, нам надо настроить один раз и ввести всего лишь одну команду. и есть там хорошая отладка. То есть полностью все сделано на автомате. Я где-то на предыдущем видео показывал, но у нас вот я сейчас как раз пишу уроки и там очень удобно. Сборка происходит в системе Linux. Пугаться не надо. Я допустим разрабатываю программное обеспечение то в Linux, то в Windows. Вы можете работать с начались винды с пайчаром Windows. Linux вы установите я покажу как виртуальную машину. То есть написали, просто зашли собрали APK когда надо файл который для Android и все. Сам по себе собирает и на iOS то есть iPhone на iPhone собирает то есть что я то есть то есть и на iPhone собирает файлы. Это классно. Давайте посмотрим что еще мы и так что есть Kiwi разобрали идею разработка очень классные расширения и все больше больше пишутся. На сегодня можно уже на Kiwi делать практически все что угодно. Часто обновляется действительно это крутая библиотека и я обращал внимание PyCon все конференции 2013 14 15 они выступают с огромными новшествами. Программное обеспечение для разработки много средств разработки мне нравится PyCharm потому что в ней удобно работать со всем чем угодно Django Skiwi и как говорили на любых платформах Max Linux Windows выбирайте все что угодно. Сборка конечного файла APK полностью автоматизирована то есть программа сама скачает Android с ADK то есть в общем вам надо настроить я это все покажу в уроках и все и потом бомбить себе файл за файлом и уже ваше приложение готово и работает на смартфоне. лицензия что немаловажно вы можете использовать как хотите в коммерческих целях лицензию то есть совершенно свободно ни за что не переживать отношения серьезных людей вы знаете как раз 2013 году когда была конференция основатель языка обратился к сообществу сказал что пакет очень крутой и попросил серьезных ребят сообщества помочь в разработке и вот мы увидели эти уже вот прошло два года то есть нутро переписано на си но при этом все самые важные функции чтобы сделать библиотеку быстрой но при этом мы пишем то на пайта что можно делать разобрали все что угодно ну допустим мне интересна цель хотя мы рассмотрим давайте так перечислим мне интересна цель какая и вам что интересно понятно то что мы рассмотрим модули сегодня я уже переосмыслил как ее дать то есть мы начали уроки сейчас пойдем немножко другим более интересным путем дальше в общем писать будете игры программы какие-то вещи бизнес процессы все что угодно мне особо интересно это соединение киви с сайтом через описает а то есть по принципу работы как инстаграм поэтому на spb-тире тут я уже начал делать уроки по jangorest framework и разобрался с api в киве то есть все это вполне реально и при этом смотрите мы не выходим за рамки языка по-моему я рассказал вот так показал что-то остальное можно дочитать библиотека надежное классное вам понравится и легко разрабатывать я новичок с чего начать значит ребят смотрите это не обязательно но я рекомендую значит все так повелось что все основное общение по python в основном на spb здесь здесь хоть написано школа фреймворд пайтон плюс джанго фреймворд но все равно люди разговаривают здесь и по python задают вопросы и по джанго по многому потому что здесь много людей киви киви здесь в основном вопросы по киви да но опять же ооп библиотеку я начал делать именно на spb тире тут по большому счету хорошо иметь доступ по крайней мере к двум сайтам это spb и python android туда и туда выйти можно нажав еще вот тут python допустим с 0 python for android и тут же еще если нажать то здесь есть джанго то есть сайты переплетаются и там и там вы все равно получаете если вы новичок доступ pro365.net это совсем для чайников ну далее как я говорю программирование это написание кода вы знаете огромный результат вы почувствуете когда вы допустим работаете с джанго переключаетесь на киви настолько мозги чистят настолько разная методика написания настолько вы потом возвращаетесь джанго после киви и просто вот уже опять как с нуля интерес опять потом раз вы на киви то есть получается мы достигаем нескольких результатов первое мы расширяем изучение python мы не становимся что самое страшное фреймворка зависимыми то есть допустим если изучать только джанго то можно стать просто фреймворка зависимым потому что джанго настолько широк что это практически язык в языке который именно классы джанго а нам это нельзя нам надо не забывать и чистый python да киви у него свои классы но как-то здесь больше мы видим такая так вот построено приложение что надо четкое понимание ооп поэтому для новичков уже на pro365.net даются классы да но там я давал для того чтобы начать работать джанго сейчас начали начал делать курс глубокое понимание ооп параллельно с киви почему это важно это важно потому что ооп это основа к любым библиотекам любые библиотеки python написано на классах и так все все просто для нас важно знать что за приложение да вот что за опи к чему что оно делает например там выводит кнопку окно где его найти что это такое и что внутри вложено допустим там пропорции размеры то есть но не забывайте у нас есть python ооп то есть мы можем придать кнопки кучу функций потому что мы можем импортировать абсолютно любую библиотеку python соединиться там с сайтом и так далее и так далее и так далее там нам понадобится модуль времени или что то еще получается что огромные широкие возможности это безумно интересно это перспективно это может каждый я это точно знаю сегодня и методика вот по школе я смотрю она дала результат да может быть у меня такая привычка что многократное повторение я считаю что это важно лучше один раз обучиться и знать всю жизнь чем что то недопонимать я всегда говорю не спешите но двигайтесь по шагу в день по чуть-чуть есть час хорошо есть два хорошо важно двигаться и когда мы работаем то с киви то с жанго эффективность у нас утраивается потому что методики разные мы начинаем понимать намного сильнее пайта намного сильнее ооп это прорастает в нас и мы понимаем что это деньги по сути дела пусть вы затратите правильно сказать инвестируете полгода кто то год но вы научитесь работать с библиотекой вам тяжело будет сделать и то не так тяжело там первое второе третье приложение но пятое шестое они будут уже профессиональными и они пойдут я просматривал американские истории вот какую тактику они выбирают они делают кто то 10 кто то 12 просто делают приложение одно второе и дают его людям и вот которое пошло начинают развивать зачастую вот это одно маленькое приложение где человек скачал раз поделился с кем-то поделился поделился людей обеспечивает спасибо за внимание и Продолжение следует...